Актер, поэт и блогер Александр Гутин попросил через Фейсбук навести порядок на рынке масок. Интернет пестрит рекламу об их доставке по 50, 60 и даже 100 рублей за штуку. При том, что в аптеках масок нет, при том, что до вируса эта бумажная фигня стоила копейка за пучок, сокрушается автор. Я не то, чтобы собираюсь их купить, никакую маску так ни разу не нацепил ввиду глупости этого действия. Но есть вопросы, их три. Первый. Как так получилось, что в аптеках масок нифига нет, а у спекулянтов есть? Второй. Действуют ли в стране органы по контролю цен? Третий. Почему никто не предпринимает меры по наказанию этих мародеров, которые в то время, пока миллионы сограждан теряют бизнес и работу, в открытую драконовскими методами зарабатывают на эпидемии и страхи перед ней? Блогер Алексей Жирухин реализовал оригинальную идею путешествия в условиях самоизоляции. Что делать, если ты любишь путешествовать, а границы перекрыты повсюду, карантин и тыны самоизоляции? Остается только путешествовать по квартире, пишет автор. В интернете с недавних пор бродит вот такая картинка. Куда сегодня? Решил немного ее оживить и сделать несколько фотосюжетов о путешествии, сидя дома. Началось все с безобидного карантин-тревел-челленджа, суть которого сводилась к тому, чтобы сделать фотографию со стиральной машины, изображающей иллюминатор самолета. Ну а дальше пошло творчество и все как в тумане. Утро начал со спорта, поучаствовал в серии Тур де Хаус. Потом принял солнечные ванны на берегу моря в окружении пальм. Отобедал в ресторане с потрясающим видом. Теперь культурная программа. Исследуем древнюю крепость. Очень люблю старые строения. Зашли в музей современного искусства. Нормально так, но в этом совсем не понимаю ничего. Вечером по шашлычку на природе. Все фотографии сделаны в пределах одной квартиры и силами одного человека с помощью штатива и таймера.